здравствуйте друзья вопрос решил подкинуть вам короткий вопрос как вы просили своих недавних видео а я сразу реагирую видите я же не просто так говорю короткий много ли иммигрантов пытаются сохранить родной язык у своих детей и внуков и второй вопрос зачем сразу как мне лично кажется что это просто прихоть и не более того ведь навряд ли человек рожденный в другой стране будет учить другому языку своего ребенка только потому что в каком-то поколении у него были иммигранты я не думаю что американцы прожившие 45 поколений в самой америке знают свой второй родной язык в кавычках родной будь то датчане немцы итальянцы и так далее или я не прав хороший вопрос я думаю друзья что в значительной степени ответ заключается в самом вопросе уже он там хорошо виден то есть когда значит вопрошающий говорит неужели там в четвертом пятом поколении американцы будут учить языки там кого-то из первого поколения там американцев вот это четвертое пятое это и есть ответ на вопрос то есть есть на самом деле невероятная разница фантастических масштабов разница между четвертым пятым поколением и первым допустим вторым то есть что получается мы приезжаем так у нас с собой дети вот у нас уже есть дети например да вот у нас была дочь там 10 11 лет значит вопрос мы хотим чтобы она сохранила язык мы хотим чтобы она сохранила язык во первых он у нее уже есть и не нужно его учить она это ее родной язык она на нем говорит она там не знаю пятом классе средней школы училась мы уехали когда поэтому что же там она на нем пишет она читает и все замечательно то есть это уже не вопрос того учителей родной язык а это наплевать и забыть или все таки поддерживать дальше вопрос такой зачем это хороший вопрос а зачем тут по-разному разные люди ответят как мы мы все взрослые люди мы все понимаем что мнение многое они различные и и зачем тоже различные бывают но если мы первая волна таскать до первое поколение мигранты то но например чтобы бабушка и дедушка могли общаться с внуками иначе как они будут вот представьте себе что вот мои родители да они не могут поговорить с моей дочерью почему потому что она не говорит по-русски но ничего себе вот поэтому конечно не тяжело в этом же смысле в этом же смысле мы вот видим родившихся в америке детей вот допустим в нашей семье у нас у нас две внучки но это дети нашей дочери дочь приехала в 11 лет там 10 11 вышла замуж за молодого человека который приехал в сша из там белоруссии мы было тогда лет двадцать шесть они дома говорят по-русски дальше вот у них появляется один ребенок саша вот сашу вы знаете она у нас на канале там иногда отжигает и сашу до пяти лет до держали на русском языке то есть нам нам сказали что надо не не заботиться об английском а беспокоиться надо русском значит до пяти лет она ходит в садик русский где все по-русски ну и там где-то из из атмосферы тоже подхватывает где на детской площадке где чего то есть она неожиданно для нас она значит к пяти годам по английски тоже как-то вдруг вот так что-то такое могла но дальше она попадает в школу и уже слава богу там никаких проблем у нее с английским нет почти мгновенно но вот русский а у нас бабушка в минске так значит как будет саша разговаривать с бабушкой в минске и тут как бы очень выгодная такая пара получается потому что сейчас вы знаете с электронные средства коммуникации там skype в частности у них ежедневно там конференция skype там минут на 15 на 20 там и значит бабушки хочется с луками пообщаться и и саша тоже ну вот как бы живая такая речь и а как же можно забыть русский если вот бабушка она же не понимает по-английски там давайте поэтому вот такая связка идет хорошая но у нас есть абсолютно вот у нас конкретно да у нас есть абсолютно четкие причины почему мы хотели бы чтобы дети сохранили русский язык дальше получается такая вещь значит есть более прагматичные какие-то такие элементы но вот любой язык который ты знаешь любой язык он в общем то добавляет тебе каких-то перспектив и возможностей по работе особенно если ты знаешь не вообще язык а ты как бы погружен в культуру то есть и какие-то тонкости понимаешь такие за пределами языка тоже и вот скажем наша дочь которая тонкости языка более-менее понимает вот у нее в работе есть там какой-то компонент она адвокат она занимается корпоративными делами и у нее есть какое-то количество там клиентуры из россии украины и ей знание русского языка как бы позволяет более тонко вникать в задачи клиентов какое-то доверие уровень доверия возникает которого нету когда нет языка общего и так далее поэтому есть такой прагматический компонент но помимо этого всего есть люди которые чувствительны к каким к духовному наследию давайте простой человек который например на хлеб насущный зарабатывает там я не знаю сельско хозяйственным трудом пойти что в одной стране что в другой это одна история а если допустим там 15 поколений там дворянство да и они они совершенно по-другому относятся они они знают свою родословную они там гордятся там военными или там какими-то другими государственными заслугами своих предков они они имеют еще какой-то пласт определенный пласт который в культуре в языке и это не обязательно быть дворянином я вас левосомоля это можно быть достаточно простым человеком но чувствительным вот к этим вещам другое дело что когда ты находишься в соединенных штатах дата культура и язык которые ты может быть хотел бы сохранить и передать своим детям конкурируют с другой культурой и другим языком которые вокруг и которые не нужно насаждать и взращивать а которые сами по себе уже есть и есть и дети твои могут быть чувствительны к той культуре которой они вот так уж прямо вот так уж прикоснуться ним не могут не живут в ней каждодневно да могут быть не чувствительны и ты ничего с этим сделать не можешь я так в качестве такого экстремального примера вот могу например привести пример с евритом да древнееврейским языком который в религиозном смысле ну то есть в культурном миромозренческом значит евреи сохранили в течение двух тысяч лет рассеянья до галута когда они жили где-то где-то еще не не на родине почему сохранили потому что это язык на котором написан ветхий завет тора и для изучения торы язык исключительно важен то же самое я не знаю детали но я так понимаю что из талмуд с исламской литературы да то же самое то есть это надо изучать на арабском если ты всерьез хочешь изучать ислам ты должен делать это на арабском то есть тоже есть специфика языка поэтому да а талмуд уже написан не на иврите талмуд уже написан на арамейском вы знаете и евреи никогда не пытались сохранить разговорный иврит а всюду куда они двигались они подхватывали на месте языка вот той страны сегодня евреи говорят на всех языках народов мира и не никто не парится по этому вопросу но есть язык книги понимаете есть язык книги и когда создался израиль этот язык стал вдруг из книги две тысячи лет спустя он стал разговорным по идейным соображениям это не было каким-то божественным актом то есть в теории как бы настоящий вот тот израиль который должен был бы быть создан он должен был бы быть создан с помощью миссии должен прийти миссия и вот миссия создаст вот тот израиль но этот создался без миссии и даже вот среди евреев верующих есть протестное движение которое они говорят что это не настоящий израиль люди вам дурят голову это плохой израиль там еще что значит это не было вот мы не можем даже списать это на то что вот это там божественные силы какие-то это не были божественные силы это были принципы это были какие-то идеи которые в сознании у людей которые говорят на этой земле мы мы не можем говорить на другом языке на языке рассеяния на языке Галута мы не можем говорить Вот на этой земле Хотя они в основном, они же тогда говорили на идиш На диалекте немецкого Израиль был создан В основном Российской империи Там из Польши люди были, из России Там может быть и завтра Венгрии тоже были Они говорили на идиш Так что Все упирается в то Насколько сакрально для вас Вот лично для вас, не для кого больше Владение русским языком Русской культурой И вот и все Вот важность Если это для вас важно, вы сохраните язык в себе В ваших детях, они будут его передавать детям И так далее В Соединенных Штатах есть поселения Людей Которые, они довольно изолированный Образ жизни ведут, это правда Но есть поселения людей, которые До сих пор говорят Абсолютно чистенько Вот на тех языках, на которых они говорили Когда приехали в Соединенные Штаты Есть староверы там на Аляске, например Или в штате Орегон Есть Из других стран Из Голландии Есть разный народ Которые в силу каких-то религиозных Обособленных своих Каких-то вещей, особенностей Вот они продолжают так жить Я помню, когда началась перестройка И так уже сколько-то лет это все продолжалось То есть как бы Советский Союз Вот он как бы открылся И показали Значит, село Казаков Казаков Которые жили в Турции Чего они в Турцию Когда-то поехали, я не знаю Но это вот прямые потомки Запорожского казачества Вот оттуда люди Вот эти запорожские казаки Жили себе в Турции Там никого не трогали Они сохранили обряды Они сохранили язык Они сохранили одежду И вот ты смотришь на них сегодня И как будто ты вот ушел там на 200 лет назад В прошлое там уже Больше на 300 может быть И так далее Абсолютно сохранили все Конечно, для того, чтобы это сохранять Неплохо жить компактно В таком месте, где вот Есть еще другие люди Это не то, что вот мама и папа И вот они там по вертикали передают Должно быть горизонтальное тоже движение Какой-то информации Чтобы были люди, чтобы были друзья Чтобы можно было там семью создать В рамках вот этого и так далее То есть вот горизонтальная линия Комьюнити очень важна Так что Я еще раз на вопрос смотрю Много ли иммигрантов пытаются сохранить родной язык у детей и внуков? Вы знаете, что в первом поколении многие Да, возвращаясь к этой теме В первом поколении многие пытаются Мало у кого получается То есть вы себе представить не можете Какой колоссальный процент детей Которые либо родились тут Либо приехали в юном возрасте Полностью теряют русский язык Полностью Безоговорочно, бесповоротно И они понять не могут своих родителей Которые их мучают И что-то им навязывают И они смотрят на них вот как Как будто там с другой планеты Вот Вопрос зачем Индивидуальный Значит, кому чего Я уже поговорил И, безусловно, даже если мы в первом поколении Пытаемся что-то сделать Там даже во втором То, конечно, вот так как в вопросе это стоит Там в четвертом, пятом Датчане, немцы, итальянцы и так далее Язык сохранить не в состоянии Даже если они пытаются Но, еще раз Если они живут в гетто В каком-то Ну, условно, гетто Их туда никто не загнал Это добровольно Они Вот они где-то живут Есть итальянские кварталы Там, скажем Да, вот в Нью-Йорке В том же Есть итальянские кварталы Даже в Сан-Франциско Есть там квартал Там шведы живут У них шведская школа есть То есть люди пытаются Очень пытаются Сохранить язык Например Китайцы Вот я наблюдаю У них там воскресные школы Они детишек туда водят И они очень-очень хотят Сохранить язык И культуру И всевозможные Духовные практики И там медитационные Там и так далее Они очень бережно К этому относятся И хотят, чтобы у детей Это было Хотя, по большому счету Я могу сказать Что тоже у них Плохо получается Потому что Те китайцы Которых я вот знаю Ну там Обычно молодые ребята Айтишники Которые выросли В Соединенных Штатах Что-то они Так как-то Без этого обходятся И по-китайски не говорят И в общем Далеки от этого Хотя для родителей Это важно Понимаете Поскольку это часть нас То мы бы хотели Чтоб наши дети были Как мы Понимаете Но поскольку страна другая И среды нет Которая это поддерживает Вот так По-настоящему И Для того, чтобы В американском обществе Быть успешным Мало быть Погруженным В китайскую культуру Или в русскую культуру Или там Французскую Итальянскую И так далее То есть оно неплохо Если хочется И погрузить на здоровье Но для того, чтобы Быть успешным человеком Здесь Этого мало И поэтому Вот так оно Происходит Кроме того Дети, когда В школе учатся В колледже учатся И так далее Даже если они Являются носителями Чего-то Например, вот наша дочь Когда в Беркли училась Они там создали Она была одним из основателей Такой тусовки Официально было Зарегистрировано При Беркли Russian Business and Law Student Association Она и сейчас существует Там у них страничка Есть на сайте Беркли Университета И Собирались Наши Русскоязычные Молодняк Берклийский Они там мультики смотрели Они там Ну так Как-то развлекались Чтобы Ну вот Держаться Вот в рамках Этой там Культуры И общаться Друг с другом И так далее Но Я не думаю Что скажем Наша внучка Через 10 лет Окажется Через 12 Окажется в университете И тоже пойдет В такую тусовку Я не знаю Хотя она будет Вполне Как бы Свободно владеть То есть Те кто приехал Сами в первом поколении Они по другому К этому относят Пытаются Сохранить Жалко терять Понимаете Жалко терять Вот Ну Возможностей Для того Чтобы сохранять Очень много Тем более Опять Мы сейчас В такое время Живем Когда ты можешь Общаться с носителями Языка по всему миру И письменно И устно И Таких возможностей Как сейчас Не было никогда В истории человечества Вот так Для таких вещей Чтобы поддерживать Сохранять Приумножать Культурные Там Языковые Богатства Господи Ну должно быть желание Конечно Вот с этим сложно Да Есть полно Учителей Школ Групп Всевозможных Но это Если вы живете В каком-то таком Мегаполисе Вот допустим Как Кремниевая долина Нью-Йорк Сан-Франциско Лос-Анджелес Там Просто есть Большие Комьюнити Такие Вот Если вы живете В таком месте Где этого нет Тогда уже Сложнее намного Например Вот наша Саша Увлекается рисованием И она занимается В группе Там Из русских детей Там Русскоязычный преподаватель Они летом Едут Вот со своей Этой Рисовальной школы Они едут В горы Там на озеро И там у них Такой кемп На несколько недель Они там тоже рисуют И у них там по-русски То есть Есть возможности Да Вот такие Ну Мне кажется Что я так Более-менее Расписал И Заканчивая Я Скажу Такую вещь Значит Никто вам Не помешает Реализовать Тот интерес И тот потенциал В Родной культуре Языке Там и так далее Который у вас есть Но Никто вам и навязывать Не будет Понимаете То есть Никто вас не пристыдит Что там ребенок Не говорит там На языке Той страны Откуда вы приехали Вот вам Никто слова не скажет Ну Так мне кажется Ну Вы должны для себя Определиться Вот и все Это ваше личное дело Так же как вот Верить в Бога Или не верить Если верить То в какой конфессии Принадлежать Это ваше личное дело Никого больше Кроме вас Это не интересует Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому